МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! С вами я, фигуристка Настя Соколова. Скоро новогодние каникулы все школьники обязательно пойдут на каток. Вдохновившись шоу «Ледниковый период». Сегодня я вас познакомлю с ведущим шоу, с Алексеем Ягудином. Алексей Ягудин. Российский фигурист, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, двукратный победитель финала в Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов и чемпион мира среди юниоров. Введен в зал славы фигурного катания в США. Какой у вас самый памятный подарок на Новый год? Я помню, у меня мама, год свини наступал. Мама дала фигурки свинюшек. Я взял маленькую елочку. Мы приехали после Нового года, в достаточно юном возрасте, в Москву. Я поехал что-то взять на ресепшене внизу и обратно застрял в лифте. И вот когда куранты били, когда наступал как раз Новый год, я его провел и застрял в лифте. Это вот самый запоминающийся. Верили вы в Деда Мороза в детстве? Верил. И продолжаю для своих дочек верить вместе с ними. И у меня было несколько моментов, когда я переодевался в Деда Мороза. Правда, моя старшая говорила, Леша, ой, пап, ну, ё-моё, ну что, говорит, я не поняла, что ли. Иди, говорит, спокойно, иди уже к праздничному столу. Так что я также участвовал иногда в роли Деда Мороза. Я не знаю, зачем ты честно пришла. Здесь уже пенсионер. Я и еще максимум один-два человека здесь. Остальные ты больше делаешь, чем уже... А кем вы мечтали быть в детстве? Хороший стандартный вопрос с нестандартным ответом. Хотел быть таксистом, либо дальнобойщиком. Но благодаря моей любимой маме я стал фигуристом. Если бы вы не стали фигуристом, какую бы вы профессию выбрали? Я бы стал дальнобойщиком, либо таксистом. Вторую потянули. Подставили. Опять ноги в сторону. Ноги вместе съехались. На правую встаем. Какими качествами должен обладать фигурист? Верой. И бешеным осознанием того, непоколебимым осознанием того, что ты все сделаешь. И неважно, ты молод, юн или в возрасте. Вот честно, труд человеческий, безусловно, на первом месте всегда. Но если ты сомневаешься в условной промежуточной победе, то и шансов у тебя победить на этом отрезке жизни будет не так много. Работа, но в голове прям безумная вера и понимание, а я все равно это сделаю, я все равно выиграю, или я все равно добьюсь чего-то. Как вы настраиваетесь перед выступлением? Чем лучше, чем больше тренировок, тем чище и стабильнее у тебя получаются элементы, соответственно, больше уверенности на самих стартах. Такой прыжок вам больше всего давался? Ну, каждый опять на каждом этапе. Сначала были одинарные, потом двойные, потом тройные. Но, наверное, из особо нелюбимых такой прыжок, хотя даже прыгал четверной, наверное, Сальхов. А еще, но четверной никогда не пробовал даже прыгать, это Луц. Но Ексену надо, ну, надо, слово было надо, поэтому делали. На первом этапе, наверное, конечно, для меня было важно все-таки добиться в спорте чего-то основного. Дальше ты понимаешь, со временем, вот прошло уже 20 лет с той победы на Олимпиаде, и ты понимаешь, что да, это важно, но, опять же, это важно было только в первой главе книги, которую мы пишем, книгу под названием «Жизнь». А сейчас, опять же, с гордостью и никогда не думал, что... Ну, я верил, что я дойду до такого момента, когда с большим удовольствием скажу, что для меня, наверное, самая главная победа – это наши станет дети. Это самая крупная и самая золотая из всех золотых медалей. На правую. И для того, чтобы стоять даже в жизни над ногой, мы стоим над ногой. То же самое и здесь. Сделав фонарик, поднимая свободную ногу, вес тела находится над другой. Ваши эмоции, когда играл гимн, а вы стояли на педестале? Эмоции были после сразу выступления, когда мы разрыдались, и прямо взрыв был эмоциональный, внутренний, психологический, физический. Потому что осознание, вот когда оценки появились, все, ты понял, что ты первый. А дальше, опять же, нечего мне скрывать, стоя на педестале, я думаю, классно сейчас гимн. Я на первом месте, я прям слезу пущу, и так будет красиво для средств массовой информации. Но полное опустошение, потому что этот всплеск был в этом пространстве под названием Kiss and Cry. А дальше просто непонимание в реальность. А это действительно правда? Есть у вас фраза, которая вас стимулирует? Есть много фраз. К 42 годам. Одна из основных. Надо проще быть, и люди к тебе потянутся. Это жизненное. А если касается различных профессий, то кто, если не ты, и когда, если не сейчас? Эту фразу мне подсказал один знакомый, когда говорит, будешь на олимпийский лед выходить? Там вы понимаете, какой стресс и какое давление. Вот скажи эту фразу. Вы знаете, много направлений после спорта я открывал для себя, продолжаю открывать. Здесь всегда сложно совершать первые шаги в том или ином направлении. Но поймите, все зависит в этой жизни только от вас самих. И когда, если не сейчас? Потому что так же, как и в спорте, возможного шанса очередного на олимпийских играх, а они раз в 4 года, возможно, больше не будет. И как показала моя жизнь, что действительно после 2002 года была замена тазобедренного сустава, и все. А возможностей больше не было. Поэтому нужно безумно верить, работать до этого и брать то, что ты можешь взять сейчас. Потому что завтра, может быть, уже поздно. Что для вас такое Новый год? Новый год для меня – это для меня праздник, а для всех остальных – Марокко. Потому что нужно все приготовить для гостей, а потом все убрать. А я редко почему-то помогаю своей супруге. И мне не стыдно говорить о том, что она движущая сила. Поэтому и ее день рождения – это вот основной праздник. А Новый год – это сказка прежде всего. День рождения – это реальность, а Новый год – это сказка. Настя, расскажите о своих впечатлениях. Очень здорово придумали организаторы бесплатных мастер-классов от чемпионов по фигурному катанию, а именно каток ВДНХ и сервис Пакет Х5. Мне кажется, что вдохновившись ледниковым периодом, будет много желающих встретиться и взять какой-либо мастер-класс у профессионалов, а именно это Алексей Ягутин и Евгения Медведева. Я желаю вам не упустить это золотое время, когда вы становитесь действительно кем-то в этой жизни. Потому что завтра, может быть, уже поздно. С Новым годом! Этот выпуск подошел к концу. А с вами была я, Анастасия Соколова. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин